Якость, эмоции, натхнение. По таким девизам прошел Сусветный День Якости. На что натхняют высокие стандарты вытворца Убрешины, высветляла Мария Вячорка. Молоко, хлеб, мясо, продукты, которые каждый день заявляются на вашем столе, проходят обовязковый контроль якости. Мы наведали центр стандартизации, метрологии и сертификации, где этот контроль и ожидаяется. Сегодня успех на боку тех компаний, которые отдают приоритет якости. А технологии в творчестве для обслуговывания клиентов. Допомогает тем, кто мкнется до высшейших якостных стандартов, Клопот супрацовников Брестского центра стандартизации. Качество – это своего рода зеркало развития предприятия. Потому что в нем отражается и применяемая техника, технологии, и, конечно, система управления предприятием. Сердце центра стандартизации – его лаборатории. От боку этого прибора не сховаются свинец, кадмий, ртуть, мышьяк. Их смест не повинен перевышать нормы. Здесь разная продукция – и молочная, и колбасные изделия. Процесс полностью автоматизирован. На другом по версии продукцию проверить на консерванты, кофеин, органичные кислоты. Лаборатория одной из первых была аккредитована на проведение выпробований по вызначению ГМА у продуктов харчевания. Протягивается у центра и работа над методичной базой. Деючий фонд у республицы около 25 тысяч государственных стандартов. И с начала года принята еще около полутора. Чтобы держать объективную оценку якости выработанной продукции, предприятия принимают удел в выставах, конкурсах и дегустациях. Например, в Радах этого года в галине якости претендуют и представители нашего региона. Савышкин продукт, ААТ Беловежский, Пружанский молочный завод, предприятия Гранит и Торгмаш. На всех этих предприятиях действуют сертифицированные системы менеджмента якости. Потому что якость и безопасность харчевых продуктов сегодня основное потребование споживцев до продукции, которая поступает на рынок. Мария Вечорка, Тигран Акапян, Обласний Новини, Брест.